И, естественно, с нетерпением жду ответы на мои вопросы, высланные заранее. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Сегодня воскресенье, а значит, время знакомиться с новым героем нашей радиогостиной. И я с радостью представляю его! Это Фёдор Жиров, мой старый друг. Я думаю, что друг многих тайваньцев, живущих на острове. Русскоязычных наших старых друзей, которые остались на Формозе. И они, конечно, тебя, Федя, узнают. Привет! Да, привет, Инна, и привет всем слушателям, старым друзьям. Поскольку я видела с тобой в последний раз лет 12 назад, то ничего не знаю о тебе, как сложилась твоя профессиональная судьба. Знаю, что ты китаист, учился в МГУ, в ИСАА, и когда-то был на стажировке на Тайване в нашем любимом университете Джангджи. И что было дальше? Да, всё, в общем, всё верно. Дальше я вернулся обратно в Москву, закончил ИСАА, поступил в магистратуру. А дальше я, как и планировал, и хотел, поехал в Китай. Уже в качестве я был, в общем-то, так сказать, твоим коллегой сейчас. Я работал какое-то время корреспондентом ТАСС в Пекине, представительстве Тартас. Ну, раньше, когда я поступал, был и Тартас, сейчас это называется ТАСС. А потом, после работы в ТАСС, я остался в Пекине. И сейчас работаю в большой российской компанией энергетической. Круто, круто, круто. У которой тоже, да, есть предстоительство в Китае. Так что, в общем, я уже, можно сказать, сколько, больше 10 лет живу в Пекине. Как закончил, так институт, так и здесь я нахожусь. Классно. Вот такая история, если кратко. Вопросов много, да, это только кратко. Мы будем идти вот по тому плану, который у нас есть. Нет, я пригласила тебя в нашу передачу не случайно. Я была поражена красотой твоих фотографий, которыми ты делишься в соцсетях. И я думаю, что многие наши общие друзья тоже. И вот в качестве путешественника, да, покорителя гор материкового Китая, я решила связаться с тобой и рассказать нашим друзьям, нашим слушателям, что это за хобби новое или старое, где именно ты побывал. Обо всем этом мы поговорим. И, наверное, нужно понять, как ты к этому пришел. Пекин, ближайшие горы там, где-то далеко. Ну, на самом деле, пришел-то я к горам. Ну, во-первых, я читал вопросы заранее. Наверное, надо что-то это говорится, что я, конечно, не какой-то профессиональный альпинист. Я, скорее всего, просто любитель походов в горы. Просто мне нравится проводить время, свободное время, отпуск в горах. В общем, этим я занимался еще в школе, ходил в различные походы, а потом как-то закрутилось, завертелось, учеба, как-то все это подзабросилось. В общем, на самом деле, где-то года, наверное, три назад я решил это уже как-то. А возобновить свои контакты с горами, походы в горы, тем более, что в Китае гор много. Но интересно, что я начинал не с Китая, то есть свои какие-то альпинистские увлечения. Я сначала поехал в Казахстан. Вот там есть альплагерь. Там есть горы красивые, северный Тяньшань. И начал заниматься там, то есть ездить в альплагерь, ходить в горы зимой. А потом, как это интересно, можно сказать, что в эпоху, в год коронавируса, когда никуда выехать нельзя, я уже стал исследовать Китай. Тем более, что здесь действительно много тоже горных регионов, и Тибета, и предгория Тибета. Поэтому есть где путешествовать, посмотреть. Так что вот как-то так вот. Ну какие горы Китая в твоем списке уже помечены галочкой? Ты там был? Ну на самом деле никаких таких суперзначимых, известных, наверное, вершин. Я здесь еще не посетил, не заходил. Но из интересного, что в свое время, помимо похода в горы, я еще начал заниматься активно велоспортом. И мы ездили много на велосипедах здесь по горам. На самом деле рядом с Пекином есть горы, но они, конечно, невысокие. Но тоже есть где походить, покататься. А так мы с ребятами из компании проехали по Тибету. Вот на велосипедах по горам и доехали до базы лагеря Вереста. Было такое путешествие. Вот это да. Фотографии Тибета меня поразили. Хотелось спросить, Федя, где это, на что ты фотографируешь? Такое ощущение, что это прям живые фото. Это профессиональная съемка, да? Нет, отчасти. Фотографировали этого в основном все многое. Сначала это был айфон. Но надо признаться честно, что многие фотографии не мои. Наверное, большинство из них фотографий, потому что мы путешествуем вдвоем с товарищем и фотографируем он. Я просто часто беру его фото, так как мы хорошо дружим, поэтому... Это бесподобная красота, хорошо. Эти нюансы не так важны. Расскажи нашим слушателям вот про цифры. Какие высоты ты покорил? Это интересно. Я знаю, что на Тайване в свое время, ты помнишь, мы ездили куда-то в горы, и наши слушатели знают Алишань, Хайпиньшань. Ну вот примерно там средние высоты 3000 и выше над уровнем моря. Что у нас в Китае? Я был где-то приблизился, мы ходили в трекинг, я бы сказал, это нельзя назвать альпинизмом, просто в трекинговом маршруте, но это было где-то около 5000, где-то вот так вот в районе. Ну максимальная высота. Еще раз! Это около было где-то 4800, 4700 высота приближалась к 5000. В Китае, в провинции Юнань и Сычуань очень много город пограничные с Тибетом регионы, поэтому там есть где и походить, и посмотреть. Вот очень много интересных маршрутов, и довольно высоко. То есть мы даже сначала приезжали немножко, то есть там средняя высота где-то 3000 метров, ну вот всех трекинговых маршрутов, по которым можно гулять. А так, ну максимально где-то около пяти. Но это все были как бы здесь, я в Китае, я никуда, грубо говоря, там не лез ни на какие вершины, там с кошками, с ледорубом. То есть это все в основном красивые трекинговые маршруты. А потом в будущем, может быть, на какую-нибудь гору можно будет зайти. Да, интересно, а это вот именно туристический маршрут, как ты назвал, он уже предполагает, как объяснить, это не дикий отдых, там есть отели, там хорошие дороги, там есть магазины. Да, это, в общем-то, так скажем, весьма цивилизованный отдых. Там есть и отели, есть хостелы, есть где остановиться. Но эти места мы специально долго... То есть они как бы не так очевидны, их не сразу можно найти, но, в принципе, маршруты эти есть в интернете, можно посмотреть. А так, да, там в системе есть хостелы, отели, так что все, в принципе, весьма цивилизовано. И такие походы, в общем-то, больше одного дня. То есть останавливаетесь в хостеле или в небольшом отеле, дальше уже можно там одним днем ходить там до какой-нибудь вершины и обратно. То есть никаких специальных разрешений от государства не нужно? Пройти, прослушать экзамен, правила безопасности? Нет, никаких разрешений не нужно, все очень открыто. Ну, есть, это я уже говорю, что это все-таки трекинг, на него никаких разрешений не нужны. А если вы уже собираетесь пойти на какую-нибудь вершину, ну, то есть я имею в виду, что это там 5 тысяч, 6 тысяч, там 7 тысяч, там нужны, конечно, разрешения. И не на все горы, кстати, пускают. Многие горы считаются священными, и на них вообще ходить нельзя. Вот такой есть нюанс. Вот это да. Забираться на вершину нельзя. Наши общие друзья на Тайване, тайваньцы-то уже давно, ходят в горы, и что ты считаешь, должен знать начинающий, подвинутый любитель гор. Вот у нас, я помню, очень часто наши милые тайваньцы теряются там, не берут воду, у них отключаются батарейки, и их ищут. Слава богу, спасают кого-то, а кого-то нет. Давай какое-то несколько типов. Типс от Федора. Что нужно знать? Типс, в общем-то, я бы посоветовал, что всегда, когда отправляетесь в горы, нужно быть внимательным, аккуратным, какие бы горы это ни были. То есть высокие, не очень, это все равно место повышенной опасности, поэтому нужно любую из природы не забывать о безопасности. То есть смотреть под ноги, брать с собой, собирать рюкзак, даже если на один день нужно и водичку с собой брать, и что-то поесть. Уметь ориентироваться на маршруте, заранее посмотреть карту, куда вы идете, зарядить телефон, взять блок питания. Но это основное, наверное. Вот, и главное взять хороших друзей, которые, если что, вас поддержат. Вот, ну вот я вообще трусиха, мне кажется, что странно ходить в горы одному, но есть такие люди на Тайване, я знаю. Ну, если вы очень уверены в себе, то в Войнот можно и одному пойти, если маршрут известен. Ну, наверное, если вы начинающий, вам хочется что-то посмотреть, лучше пойти вдвоем или даже, например, присоединиться к какой-нибудь группе или горному клубу, туристическому клубу. Кстати, когда я отоживался на Тайване, вот в Дженже университете, там был, как-то называлось, ну, клуб спортивного туризма, скалолазание. И мы ходили пару раз в какие-то такие небольшие походы около Тайбея и куда-то в недалекие пригороды. Так что, в общем, возможностей много, можно просто найти хорошую компанию или какую-то проверенную организацию, которая будет в горы и спокойно присоединяться и ходить. Ну, отчасти ты уже ответил на следующий вопрос запланированный, да, как подготовиться правильно к походу, к поездке. И вот тот момент, когда ты уже на горе, ты видишь всю эту красоту, солнце, снег у тебя на фото. Что ты, я, мне хочется закричать во весь голос. Ты, наверное, этот этап уже прошел. Что ты чувствуешь там на высоте? Ну, на самом деле, да, хочется, когда поднимаешься на какую-то с высоты, красиво наблюдать на соседние вершины, на природу. То есть, конечно, да, чувство захватывает. Все это очень красиво. Ну, и сам процесс, конечно, так как все маршруты, вот преимущество как раз, наверное, вот этих в чем-то трекинговых маршрутах, которые не идут там очень высоко, там на какие-то безумные высоты, то что все-таки вы остаетесь в такой зоне, где текут реки, растут леса, вверху лежит снег. То есть, пейзаж, он очень богатый. И, конечно, это очень красиво, потому что если вы будете очень-очень высоко, то там кроме снега, льда и камней, в общем-то, мало что можно посмотреть. Только вот, ну, с высоты, конечно, видна вся панорама. Но в целом, вот за что мне трекинг нравится, то, что здесь интересная природа очень и очень разнообразная. Так что, да, наверное, конечно, забираясь куда-то, всегда хочется сказать «Вау, там, здорово». А за время всех этих путешествий у тебя были какие-то смешные, казусные случаи, необычные? Ну, я, честно говоря, думал вот над этим вопросом и в шутку себе говорил, что я не очень люблю казусные случаи в горах. То есть лучше эти случаи избегать. Да, честно говоря, не знаю, вот так вот, чтобы такого, что-то смешного. Был один случай, наверное, когда я сам вот только начинал ходить в горы. Мы не очень хорошо сориентировались по карте. По карте вместо одной запланированной вершины пришли к другой, но не менее красивой. Хотя ожидали, что придем на то, что мы планировали. Но мы как-то бодро очень вышли, побежали. И в итоге мы пришли не туда. Но не пожалели, потому что, когда придя домой, мы посмотрели на карту и поняли, что, конечно же, мы пришли не туда, куда планировали, но не менее как бы на симпатичную вершину. Забавно. Но интересно узнать про людей. Удивляются они, что вот какой-то Лауай говорит по-китайски лучше нас, задают вопрос или нет? В Пекине, в крупных городах, где-то рядом, это уже не новое. Ну, в Пекине это, в общем-то, да. А когда вот я путешествовал в последнее время по Юнане, по Сучуане, да я бы не сказал, что кто-то так сильно удивляется. Тем более, что встречаешь, когда, в общем-то, когда идешь в город, там встречаются такие же любители гор, как и ты. И там есть иностранцы, и китайцы, которые ходят. И в целом они все, ну, я по-китайски говорю, поэтому проблем никаких нет с коммуникацией. Ну, в целом, никакого такого удивления нет. Только просто встречаю очень много интересных людей, которые часто бегут из больших городов, от каких-то занудных работ, пожить несколько месяцев в удаленных уголках Китая, походить в горы, посмотреть местные красоты. То есть очень много интересных таких личностей. Я думаю, что люди в Китае отличаются? Северяне, южане. Расскажи мне про тибетцев, про этот регион. Какие там люди тебя не звали, не поили чаем с молоком? Позвали, поили, и я уже за этот год, когда выехать никуда за границу не получается особо, я уже четыре раза съездил в Юйнань. Так что, можно сказать, стал таким в чем-то специалистом по горным маршрутам, по ходам, ну, и вообще по провинции Юйнань так хорошо ее изучил. И в одну из первых поездок мы познакомились, там же тибетский, ну, исторически, в общем-то, это захватывает тибетский регион, и там есть и живут тибетцы. Вот, и у меня появился там, ну, назовем его таким товарищем, мы просто с ним арендовали сначала, у него познакомились на почте просто аренды машины, он нас помогал подвозить к разным достопримечательностям. А потом мы, в общем-то, так подружились, тибетец, вот мы с ним уже четвертый раз, когда я приезжаю, мы вместе, наверное, не путешествуем, но он нас сопровождает, мы сообщаемся, в общем, стали довольно теплыми друзьями, из такого как бы местного Шифу, вот он, в общем, стал нашим таким другом. Так все очень, да, добожелательные, меня везде зовут, все очень, все очень хорошо. Твоя жизнь, вот, 10 лет в Китае похожа, тебе кажется, жизнь похожа там, на твою жизнь, стажировку на Тайване, или немножко другой темп? Ну, темп, конечно, совсем, да, другой. Не, ну, там была учеба, вот тут тоже как бы я приехал на работу, но очень скучаю, конечно, вот я уже все пытаюсь себе в отпуск поставить, что надо обязательно съездить, все-таки навестить Тайвань, тем более, что сейчас и визовый режим облегчился, можно там несколько, я понимаю, недель находиться русским гражданам, российским гражданам без визы, поэтому обязательно приеду, уже пора жить уже в 12-й год. Наша передача заканчивается, я думаю, что тайваньцы, наши друзья, вообще будут рады встрече, этой беседе, этому неожиданному интервью, и с радостью тебя примут на любимой формозе. Подтверди, правда ли, что лучше гор могут быть только горы, на которых ты еще не бывал, и если ты поедешь на Тайвань, да, пойдешь горы на Тайвань еще? Пойду обязательно, да, кстати, очень хочу и планирую, вот, и сходить куда-нибудь, и, может быть, покататься на велосипеде, там, по горам, есть и хорошие дороги, и маршруты, так что, да, прям вот в списке моих планов есть точно путешествие на Тайвань, такое основательное, так что, думаю, пойду обязательно, конечно, так что, и приглашаю всех, да, вместе сходить. Федя, я хочу эту передачу сделать такой праздничной, и она выйдет с канун лунного Нового года. Давай твое финальное слово, привет и поздравление нашим любимым тайваньцам. Да, от души поздравляю всех тайваньцев, всех слушателей Международного радио Тайваня, всех своих, передаю привет всем друзьям, товарищам, которые остались на Тайване. Пусть Новый год будет позитивным, будут какие-то хорошие изменения, так что желаю всем Дорогие друзья, у нас в гостях был Федор Жиров, а вы прослушали передачу «Гостиная Международного радио Тайваня». Благодарим вас за внимание. Так, ну все, вот это так примерно скелет выглядит. Тут я тоже останавливаюсь.